Друзья, всем привет, я Димас на канале Cooks Brothers Hooks, как всегда и оператор Антон с нами сегодня присутствует. И у нас будет сегодня очередной обзор лапши. И лапша такая будет сегодня у нас прям супер секретная, секретного объекта. Нам предоставили ее. Вот тут вообще ни одной надписи, даже не то что на русском, на английском нет, но где-то есть проследуется. Вот эта банка вообще на ней ничего нет. Павел, спасибо вам огромное. Привет всем у секретного объекта. И как бы такие большие упаковки. Настоящая китайская, прям вообще до глубины души, мне кажется. Потом есть чикин с курицей, с грибами, лапша. Это у нас острая самая какая-то. Старый соус, винегард и биф, говядина и лапша. Тут что-то вообще написано всякой ерунды. А тут просто говядина с чем-то. Вскрываем, будем пробовать. Так что такие вариации у нас. Вскрываем. Смотрим, что у нас получается. Упаковка вскрывается легко. Так что тут смотрите, как везде сейчас модно, вилочки вот эти присутствуют. Во всех китайских таких вот, не тамских, там подобные, везде такие складные вилочки. И здесь нас не обманули в наших ппшках говеная. Здесь плотненькая такая вот собирается. Вот так же тут куча специй. Аж 4 мешочка. Вот таких вот цветных разных. Такие красивые. И лапша. Все, больше там нет ничего. Так что все, высыпаем наши специи. Такие они, смотрите, немножко как будто просроченные или утекли. Ну ничего страшного. Будем сейчас добавлять. Какая-то паста тут по ходу дела. Сразу аромат пошел такой. Жгучий. Волос тут какие-то у нас. Имбирь, наверное. Надеюсь, что имбирь. А не мехобвалк. Тут еще какая-то паста у нас. Кимчи какая-то. Не кимчи. Тут что-то вообще. Чувствую, это будет вообще острая штука. Посмотрите, какие-то грибы тут, да? Овощи какие-то, короче. Лучок, вижу, шпинат, наверное, какой-нибудь. Грибы. А, это с грибами может быть какая-нибудь. Может и нет, с грибами другая. Ну, как бы все достаточно вылазит из упаковки. Легко. Тут также тут куски мяса. Морковка. Такая кукуруза. Тут что, не знаю, овощи. И тоже это добавляем. И здесь уже, видимо, бульон, порошок. Да, вот такой порошок. Ну, в принципе, на вид съедобный. На запах тоже. Так, одну открыли. Вторую открываем. Это уже чикин-мушером у нас. Также присутствует вилка здесь. Такая же. И четыре пакетика. О, нет, три здесь. Три, хе-хе-хе-хе. Это херь. Это вот грибы, наверное, вонючие. Как помню, лапша была. Делали обзор. Ссылочка будет тут где-то в описании. Там такие же грибы какие-то были. Бульончик, опять же, куриный. И сухие специи. Тут тоже всякие перчики. Ну, наверное, будет вкусно тоже. Так, самый острый теперь открываем. Тут четыре пакетика. Тут какой-то бульон. Сухой порошок, говяжий. Говядина, наверное. Какой-то соевый соус, наверное, тут присутствует. Олд. Там что-то написано было. Присутствует бульон тоже какой-то тут. Мы добавляем полностью, хотя многие не рекомендуют, когда острые. Но мы как бы хотим ощутить полностью вкус. Из-за этого надо полностью добавить. Ну, какие-то вкрапления остаются. Барань нашли. И последний тоже вот этот говядина. Смотрите, три компонента у нас. Вилочки. Паковки одинаковые. Овощи тут разные. Только, опять морковка, говядина. Ну, в принципе, одно и то же. И бульон. О, тут перечный какой-то. Прям запах перца пошел. Распаковали четыре наши коробки. Сейчас ждем кипятка. Будем заливать. Ну вот все. Мы заварили, ребят, нашу лапшу. Подготовились. Пять минут ждем. Уже с нетерпением. Ну, чувствуется перечный запах. И вот в этой фиолетово-имбирный запах чувствуется. Имбирь точно присутствует такой. Ну что, ребят. Начинаем пробовать нашу лапшу. Вот говядина у нас. Блин, воспользуемся палочками. Не знаю. Я не очень люблю ими есть. Помешаем сейчас. Точнее, не очень люблю, но, точнее, не умею, чем люблю. Ну, как вам сказать. Вот, в принципе, нормальный такой вот видок у них. Коробка сразу чуть мягкая стала. Лапша прикольная. Ничем не отличается по виду. Вот когда мы корейский обзор делали, какую-то вьетнамскую, тайландскую, какая-то была. Там некоторая лапша была вообще крутая. Здесь, в принципе, стандартная. Ну, остроты не чувствуется, но вот, типа, мясо здесь. Говядина и лапша. Что там пишут? Ну, попробуем, что у нас. Оператор оставляет есть. Палочками. Прикольная. Ну, лапша стандартная, в принципе, как у нас. Роллтон доширак. Ну, вкус такой не сильно ощущается. Может, плавить надо, но меньше было налить. Ну, не знаю. И не острая. Вот даже у нашей БП-шки съедаешь она более острая. Попробуем бульон. И овощи тут какие-то плавают. Морковка. Вкусная, но не острая. Ну, в принципе, нормально. Как бы, я не считаю то, что острая – это всегда БП-шка. Мера острая. Чувствуется перец. Вот говядинка тут плавает. Соевая говядина какая-то? Наверное. Хотя нет. Не соевая, нормально. Хорошая лапша. Так, следующая у нас вот курица. Курица-грибы. Курица-грибы. Сейчас помешаем. Ну, да. Первая хорошая, самая, наверное, не острая. Посмотрим сейчас куриную. Может быть, она еще менее острая. Пахнет грибами сразу. Шитаки какие-то. Китайские. Ну, тут вот прям вот этот вот. Тут очень прослеживается запах. Вот как у нас в наших БП-шках доширака. Например, вот. Вот эти бульоны. Вот эти. Пахнут прям. Так же. Вот. Ну, вот грибочки, да, присутствуют здесь. Очень пахнет, да, шитаки, ими этими грибами. Питейскими. Так как бы лапшу пробуем. Она стандартная, мне кажется. Да, лапша стандартная. Урецкий грибной запах такой, чересчур, мне кажется. Очень прям. Очень грибной. Попал с курицей. Грибы. И перец, и перец, и какой-то изюм. Какие-то маленькие перчики. На вкус прикольные. Не перчики, сладкие томаты шли. Мне кажется, он даже острее, чем с говядиной. Но вот этот здесь вкус присутствует, как у нас в дошираке, в грибном. Очень такой похожий вкус. Ну, наверное, здесь вот грибы, вот эти шитаки, они очень сильно отличаются. И пробуем. Вот, мне показалось, она имбирная вот эта штука. Соберём. Лапша. Ну, пока нормально, пока съедобная. Но те вот были в прошлом обзоре повкуснее, мне кажется. Интересные вкусы у них были. Там, кимчи было, что-то ещё. Здесь и не такие острые они. И не такие запахи такие. Ну, вот этот имбирный прям даст приятный запах. Очень хороший. И она насыщенная прям такая. Всё, лапша обволакивает прям сильно. Достаточно. Бульон насыщенный. Вот, так что, пробуем. Да, имбирь прям очень запах имбиря. Перебивает всё остальное. Попробуем имбирь. Должен по-любому быть острый. Так что, будем готовы сейчас словить остроту. Горячий просто. Ну да, имбирь чувствуется. Лапша стандартная. Крота чувствуется получше. Насыщенный такой цвет прям. Пробуем. Говорят, это тоже присутствует. О, да, это бодрящий такой. Островатый. Острый, да. Венгирный вот такой вот прям. Острота имбирная. Да, да. В холодную погоду очень хорошо такой есть. Габарист. Опять же, кому нравится острый. И это хороший острый, да. А вот это острая самая лапша. Может ещё понасыщен, но имбирь прям чувствуется нормально. И по идее, вот это должна быть самая острая. Говядина, специи. Тут какие-то старый соус. Ну, прям какая-то жуть наступает. Ну, попробуем сейчас. Самую острую лапшичку. Но она не такая насыщенный, бульон. Но, если есть перец там, чили какой-нибудь острый супер. То да, какой-то запах у неё странный. Ну, ладно, ещё попробуем. С этим ничем не отличается. Ну, да, вот такой запах у неё. Какой-то прям. Ну, опять не острый. Нет остроты такой, как вот имбирь. Чувствовался сразу. Лапша стандартная. Естественно. Так какой-то странный вкус у неё. Какой-то горох, может из-за этого фасоль. Ну, ладно, попробую льё. Как-то на вкус. Я понял, это кислый перец такой. Кислятинка. А, старый соус. Вот, соевый соус какой-то там был. Добавлен. Вот он, наверное, такой вкусный имеет. Специфический. Но она не острая. На самом деле. Вот этот вкус кислый какой-то. Вообще невкусная. Кислота всё перебивает. Чуть-чуть есть отдалённая острота. Но вот эта кислота, которая была добавлена вот этот старый соус, там, как винегар. Собственно, винегар он кислый, да. Уксусный. Кому вкус нравится, да. Тем понравится точно. Многие пельмени идут с уксусом. Я не очень люблю, но прикольно. Сделаем выводы. Скажу, что лапша точно вкусная вся. Интересное есть, да, сочетание. Ничего такого нового. Какой вердикт. Но прикольный. Как бы вкусы такие чуть отличаются. Но вот говорю, вот грибной, вот этот куриный, он очень похож на наш грибной доширак. Довядин тоже вот. Он вообще самый неострый получился. Вот у меня. Вот этот, где имбирь, это самый острый. Вообще бомбически острый. Я не ожидал. Не зря тут ни одной надписи нет. Но он реально вкусный. То ли имбирь, то ли может быть только кимчи, потому что тут какая-то капуста изображена. И вот этот самый вообще непонятный. Самый невкусный. Вот тут изображён тоже этот котелок какой-то. Они в нём настаивают то ли рыбный, то ли устричный соус. Ну, короче, все свои соевые соуса они в таких вот штуках настаивают. Вот. Ну, очень кислый вот этот венигар. И он всё перебивает вообще. Ты не чувствуешь даже остроты. И как с уксусом добавили как будто. Ну, как бы соус венигар, он должен быть такой. Что могу сказать? Можно потратить 100 рублей за это и съесть, в принципе, насыщенно. В принципе, вкусно. Всем приятного аппетита. Такой обзор был, ну, жгучий, но приятный. Мне нравится это всё. Сейчас будем с оператором дальше пробовать. Так что всё. Всем здоровья, добра. С вами был Димас. Оператор Антон. Наша вся банда. Всё. Всем пока-пока.